Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев и к нам неожиданно подкрался четверг, конец недели, друзья. Активный день торговый, всех приглашаю сегодня быть активными на рынке. И сегодня у нас 19 апреля 2018 года. Начинаем программу «Торговый план». Давайте посмотрим, что было вчера с точки зрения технического анализа, а затем посмотрим фундаментальные факторы. Итак, биткоин стоит, друзья, чуть вверх, чуть вниз. Четвертый день. Верхнюю границу нисходящего тренда пробили, но вот ждем четвертый день резкого движения наверх. Сейчас мы на уровне 8157 долларов за один биткоин. Верим, надеемся. Картина по остальным криптовалютам приблизительно такая же, но вот эфириум, я смотрю, все-таки повеселее. Третий день растет активнее. Также третий день растет лайткоин. Эфириум классик. Молодцы. Zcash вчера хорошо подрос, сегодня чуть снижается. Dash третий день растет. Здорово. И манера, посмотрите, вчера как показала, какое движение пробило, сделала утром уже ретест. Слушайте, а мне кажется, сегодня должен пойти биткоин наверх и все криптовалюты. Манера часто коррелирует с биткоином. Если манера пошла как более легкий инструмент, может быть, сегодня это и есть индикация того, что биток пойдет наверх, коллеги. А давайте посмотрим внимательно на часовом графике, поставим ценовые ориентиры, поставим уровень, который не пробили. Это 8186 долларов. И будем внимательно следить за ним. Мне кажется, можем пробить наверх. Индекс доллара, друзья. Сори, нефть марки Brent. Кстати, ого, ого, как красиво мы прошли. Мы пробили сильную поддержку. Это июньский фьючерс WTI. Ударились вчера сильно, ушли наверх. И сегодня уже ударились в 68.92. А давайте-ка мы проверим сейчас в экономическом календаре, а что было вчера на запасах. Потому что я вчера запасы не посмотрел. А запасы вчера, как и позавчера, показали минус 1 миллион баррелей. Подтвердили эти запасы. Ага. И поэтому у нас сегодня такая картинка про нефти. А ну сколько вчера на этой новости? Хотя она была и предварительная такая же была циферка. Сколько мы вчера стартанули общим? Два доллара двадцать пять центов? Ого. Ого. А по часам как это было? Ну по часам, кстати говоря, рост был последовательный. То есть, видимо, как со вчера начали, с 17-го, так оно и все и ждали. Да? Ну по часам, кстати говоря, посмотрите. Вроде бы последние часы остановились. Сказать, чтобы прямо мы сейчас устремились дальше, не скажу. Поставлю тоже для себя ориентир ценовой. Торговый диапазон. И может быть, те, кто вчера заработали на вечерней сессии на Форексе, хотя там у нас одна сессия, но я имею в виду вечернее время по московскому времени, даже не так. А даже те, кто заработали за двое суток, со середины 17-го апреля, вот 18-го, и сейчас, даже хаи были сегодня обновлены, да? Вот это может быть и все, друзья. Какой-то флажок, может быть даже какая-то коррекция. Все-таки общее движение, начиная с 13.00.17 до сегодняшнего, до этого текущего часа, все-таки общее движение 3 доллара 38 центов. И что-то я сомневаюсь, что она дальше без коррекции пойдет. Индекс доллара, друзья, вчера вверх, сегодня вниз. Ну, здесь тоже торговый диапазон. Мне кажется, индекс сегодня в рамках этого движения должен пойти немножко вниз. Он ударился вчера, попытался сегодня, снижается. И надо наблюдать внизу за отметкой 89. Опять, может быть, мы пойдем на ее штурм. Еврик в этой ситуации чувствует себя вольготно. Третий день идет наш штурм верхней границы треугольника. Если еврик пробивает его, то мы вправе рассчитывать на высоту треугольника на 3 доллара 30 центов наверх. Вот это будет здорово, если мы все-таки на 1.27 туда уйдем. По евро-доллару, мне кажется, сейчас, сегодня, это реальность. Вполне, вполне. Ну, не за один день, но как тренд, вполне. Единственное, что завтра пятница, конечно, а неделя, давайте посмотрим, неделя по еврику хорошая, лонговая. Поэтому вот сегодня, мне кажется, основания для штурма верхней границы есть. А завтра уже будем смотреть на эффект пятницы. Будет, не будет. Фунтик вчера снизился под действием внутренних факторов. Еврик, кстати, вчера остался на том же уровне, где открывался. Фунтик в силу своих новостей сдвинулся вниз. Сегодня тоже пытается отрасти. Доллар иена растет, кстати говоря. Доллар канадец, доллар франк снижается, доллар канадец снижается. Австралиец растет, новозеландец растет, золото хорошо растет, 13.53 в моменте. И серебро красавица, смотрите, какая. О, серебро красавица. 17.27 в моменте. Это, наверное, Екатерина Вишнева вчера вернулась и толкнула рынок наверх. Мы ее сегодня в 14.30 внимательно на эту тему послушаем. Что же она толкнула серебро так наверх, она мне сказала. Поэтому узнаем, друзья, сегодня. Так, коллеги, сейчас, секундочку. Что-то застряла в днеотрансляция. Вот сейчас остановилась. Ага, хорошо. Как-то мотало, что-то где-то подзависло, видимо. Все, друзья, двигаемся дальше. Глобальные новости. Их немного, они очень яркие, коллеги. Трамп рассказал о том, что суровая схватка между американцами и русскими в Сирии была месяц назад. И намекает на то, что она и может и продолжиться. Ну и, собственно, его представитель, помощник госсекретаря Уэс Митчелл более откровенно высказался, сказал, что США готовы применить против России в Сирии силу в случае необходимости. Ну, то есть, так, прямого такого не о санкциях ни о чем не было сказано, но, как бы, именно проводится идея несколькими спикерами о том, что было применено, так сказать, схватка, но применили уже силу в этой схватке, еще раз готовы это сделать. Вот, так накачивает, накачивает в эту сторону. Ну и более конкретно даже высказался Госдепартамент на тему покупки Турции С-400. Российские системы ПВО С-400 предупредили, что может и Турция попасть под санкции. Оба, она страна НАТО, Турция. Ну, кстати говоря, очень странно, что страна НАТО покупает российское вооружение. Это само по себе, как бы, ну, что-то такое удивительное, да? Ну, и вот Америка обратила на это внимание, что Турции надо так-то вообще определиться, с кем она дружит. Жестко достаточно. Иран, друзья, отказался от использования доллара при международных расчетах. Ну, ждите с новой санкцией на Иран. В российские новости, главная новость сегодняшнего дня в России за два года добавилась 29 новых долларовых миллиардеров. Я мужиков, конечно, поздравляю, но все-таки хочется узнать, когда нам пожрать дадут. Вот что интересно мне. Другая новость, коллеги. Центральный банк Российской Федерации распространил очень жесткий пресс-релиз. Давайте на него вместе посмотрим, почитаем. Вот. Об этом все будет много сегодня говорить, без сомнения. Пресс-релиз называется «Об установлении фактов инсайдерской торговли Элвисом Таировичем Марлавовым». Это клиент АО «Финам». И он использовал инсайдерскую информацию, утверждает Банк России. Установил факты систематического использования клиентом АО «Финам» Марлавовым. Из инсайдерской информации АО «Финам» для совершения в период с 8 июня 2016 по 22 февраля 2018 года сделок на рынках 29 ликвидных ценных бумаг на торгах ПАО «Московская биржа». Давайте пробежимся еще в двух словах. В ходе проверки Банк России установил, что Марлавов является автором ряда торговых стратегий, используемых клиентами АО «Финам» в рамках сервиса автоследования. Используя информацию о параметрах цены в поручениях подписчиков и направлении подачи заявок, покупка-продажа, влияющих на рыночную цену ценных бумаг и оценивая реакцию рынка в связи с поступлением заявок, Марламов на постоянной основе совершал сделки по своим изолированным счетам, счетам, не имеющих подписчиков, открытым в основном в АО «Финам», с теми же ценными бумагами. Благодаря таким действиям получил значительный доход, считает Банк России, что это нарушение запрета федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированием рынком. Доход в крупном размере признан в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Усматривает также Банк России недобросовестное поведение по отношению к подписчикам. Проведение Марламовым операций с ценными бумагами на бирже приостановлено и Банк России направит соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы. Это серьезно, друзья. Центральная идея, как я ее понял, заключается в том, что он получал заявки, знал сторону и действовал исходя из этого. А возможно, поскольку он автоследованием занимался, может быть, имеется в виду и то, что он открывался сам, а потом всеми деньгами автоследования продвигал эту тему по какому-то инструменту. Ну, то есть усиливал свою позицию, получал импульс, потом крылся и зарабатывал на этом деньги. А если это так, то это будет сформулировано, видимо, в форме фронтранинга. Ну, это такое типичное, так сказать, достаточно правонарушение в финансовой сфере. Но обе идеи, которые я увидел, а может быть, Банк России по-другому истолкуют. Напомню, что это мое понимание, так сказать, выводы, которые я сделал из чтения этого документа Банка России. И вчера оно, кстати, только опубликовано, этот пресс-релиз. Может быть, там еще что-то они, так сказать, насобирали. Но в любом случае, Уголовный кодекс, да, это подпадает у господина Марламова, и у Финама могут быть проблемы. Это серьезный, в общем, такой пресс-релиз. Причем, ну, такой, я хочу сказать, для Финама. Мы не говорим об имиджевой стороне, это уже сработало, понятно, сегодня об этом будут много говорить. А мы говорим именно о юридической стороне, если один из таких фактов будет подтвержден. Но давайте не будем делать выводы, давайте дождемся именно, так сказать, действий Банка России. Еще, кстати, непонятно, подадут они материалы или как там написано. Ну, давайте гляну, как написано. Могут подать или будут? Нет, Банк России направит соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы. Но тут же, понимаете, возбудят уголовное дело, не возбудят. Ну, тут тоже еще непонятно. Поэтому давайте дождемся. Но сам по себе факт, конечно, очень серьезный. Элвис Марламов достаточно известный трейдер на российском рынке. Конечно, по его репутации это отразится, на его репутации без сомнения. Далее, коллеги. Топ Метти пишет, репутация Элвиса уже испорчена и не подлежит восстановлению. Нет, Топ Метти не соглашусь. А давайте послушаем, что скажут правоохранители. Это оценка Банка России. Ну, понятно, это регулятор как бы. Они тоже, понятно, они из пальца высосали все это. Но, тем не менее, давайте дождемся, что скажут правоохранители. Я в этом плане, так сказать, ну, такой законопослушный человек, потому что, ну, мало ли, а может быть не так оценили, а может быть не так все и выглядело совсем, может быть не так поняли. Так что давайте не будем торопиться. Я думаю, желающих потоптаться по Элвису сегодня будет много. Я призываю вас не быть в их числе. Ну, понятно. Но дождемся. Если там все это подтвердится, ну, тоже, конечно, выскажемся тут без сомнения. Потому что люди приходят на биржу зарабатывать деньги, а не выполнять, так сказать, роль массы в чьих-то интересах. Так что, еще раз говорю, если это подтвердится, мы, я, например, выскажу совершенно конкретно по этому факту. Да, думаю, и вы в этом случае тоже молчать не будете. А сейчас просто предлагаю, пока нет решения, пока нет решения правоохранителей на эту тему, даже дела пока нет. Вот, вот, воздерживаться от таких каких-то резких высказаний в отношении Марламова и Финама. Все, друзья, подводим итоги сегодняшнего дня. Бросаем монету. Что она думает на этот счет? Нефть марки Brent вчера была, кстати, селл прогноз, а состоялся бай, лоханулась монета, ну и хорошо. Мы рады, когда нефть растет. Бай видит монета сегодня. Вот. Бай. Давайте посмотрим, что в глобальных новостях. В глобальных новостях сегодня у нас четверг. Встреча министров финансов сегодня есть. Может кто-нибудь выступить. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США в 15-30. Ждут снижения, кстати говоря. Ну и ничего такого. Больше выступателей я никаких не вижу. Вот такие глобальные факторы у нас сегодня будут работать. Подводим итоги, друзья. На мой взгляд, сегодня индекс может дальше просесть. Индекс доллара. По биткоину у меня позиции нет. По нефти вижу вполне ее наверх. Вижу вполне ее наверх, потому что индекс такой мощный. Два показателя, оба плюсовые. Сегодня вполне вижу. А завтра, друзья, пятница, будем думать. Ну, соответственно, если индекс вижу доллара вниз, значит, еврика жду наверх. Золото жду наверх. И серебро, друзья, прям показывает динамику. Не очень понимаю, почему такая мощная динамика по серебру. Но мне кажется, очень интересный инструмент. Я приглашаю всех в 14.30 на выступление Екатерины Вишневой. Спросим у нее, почему такая мощная динамика по металлам. Спасибо, друзья. Всем удачи сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok